Саль, ты знаешь о том, что буквально в самом скором времени в Крыму будут проходить Дни эстонской культуры? Саш, ну, конечно, я знаю. А почему? Потому что следующая гостья как раз-таки посвящена этой теме. Более подробно нам, я думаю, расскажет, потому что в деталях хотелось бы как раз-таки и углубиться. И у нас сегодня в гостях Ольга Скрипченко, председатель общественной организации Региональная национально-культурная автономия эстонцев Республики Крым. Доброе утро! Доброе утро! Тере! Тере! Вот так правильно, да, приветствовать? Тере! Так приветствуют эстонцы друг друга. Тере! Скажите, пожалуйста, вот Крым все-таки очень многонационален. Как в Крыму оказались эстонцы? Когда это произошло? В 1860 году, после эмиграции крымских татар в Турцию, по разрешению императора Александра II было разрешено заселение земель Крыма. Сюда поехали немцы, чехи, в том числе и эстонцы. Эстонцы образовали здесь пять эстонских поселений. Это были такие поселения, как Канчишава, Сырт-Каракчура, Замрук, Джурчи и Учкуютархан. Какие красивые названия? Это все топонимы, происходящие с эстонского языка? Нет. Это были крымско-татарские поселения. И эстонцы, переехав сюда, они просто занимали их места. И правительство тогда не разрешило менять названия, и поэтому они, как эстонские поселения, так и сохранились. Когда мы изучали эту историю, конечно, уже в 40-х годах поменены были названия. И теперь они называются Краснодарка, Береговое, Первомайское, Колодезное. Но для нас эстонские поселения, они названы теми крымско-татарскими названиями, потому что именно тогда жили и приехали крымские эстонцы осваивать крымскую землю. Вот самое большое эстонское поселение на сегодняшний день – Канчишава. Сейчас он называется Краснодарка. В 1948 году его переименовали. На сегодняшний день там проживает 35 эстонских семей. Там еще слышна эстонская речь. И самое главное, что мы там сохранили и сделали такой музей-усадьбу эстонского быта. А вот на книге мы как раз и можем ее наблюдать? Да, как раз вот я держу книгу перед собой. Автор этой книги – мой отец, учредитель нашего общества Леангард Сальман. И этот музей, его построили своими руками эстонцы. И мы решили там сделать в память такой музей эстонского быта. А рядом мы поставили два памятника. Первый памятник – 150-летие переселения эстонцев в Крым. А второй памятник – мемориал погибшим эстонцам в годы Великой Отечественной войны и в годы репрессии, 20-х, 50-х годов. И теперь у нас появилось свое такое этнокультурное место, куда приезжают не только жители Крыма, эстонцы, но и гости из-за рубежа, из Эстонии, из Канады, из Америки. Периодически 3-4 человека в год с дальних стран всегда посещают наш музей. Скажите, а как много эстонцев в Крыму? В 1861 году переехало более 2 тысячи человек. Прошло почти 160 лет. Конечно, с корнями мы планируем, что проживают около 5 тысяч. Но по переписи 2014 года последняя – это 350 человек. Те, которые записали, что они эстонцы. Но, вы знаете, очень часто можно слышать эстонские фамилии, эстонские имена до сих пор. А это свидетельствует о том, что все-таки эстонцы живут в Крыму. Как звучат эстонские фамилии, характерные такие самые? Ну вот моя фамилия Сальман. Женщина, которая является хранительницей этого музея, ее зовут Рита Карловна Куск, Адер, Валькман. Такой мелодичный, судя по фамилиям получается. Про прадедушки, который переселился тоже в это село, звали Март Лерхи, а потом уже дана была фамилия Сальман. Раньше вообще фамилий не было у эстонцев, были только имена. А фамилия была по названию хутора. И только потом император разрешил давать им фамилии. И часто даже им давали и немецкие фамилии. Что происходит сейчас в Краснодарке? Конечно, этот дом со временем разрушился. Его надо было содержать. Мы общими усилиями всегда очень берегли его. Наконец пришел такой момент, когда нужно было сделать капитальный ремонт. И мы этим занимались в течение последнего года. И, наконец, 22 сентября в 11.30 будет в селе Краснодарка открытие этого музея. Мы полностью починили там крышу, фасад, сделали новые экспозиции внутри. И приглашаем всех жителей полуострова на наше мероприятие. Ну а крымские эстонцы поедут организованно от Дома дружбы народов. Нам Госкомитет по делам межнациональных отношений в поддержку выделяет автобус. И мы в количестве 50 человек, собирая всех эстонцев со всех уголков Крыма, выезжаем туда на такой праздник. Дни эстонской культуры, посвященный открытию музея-усадьбы из Титары. Ольга Диангардовна. У нас не так много времени остается. Поэтому хотелось бы успеть, чтобы вы показали те украшения. Или что это именно у вас находится перед вами на столе? Если можно даже продемонстрировать и более подробно рассказать о них. Эстонские женщины очень любят серебряные украшения. И, как правило, эти украшения – это брошки, сыльк называется. Они обязательно должны быть с перепонкой, в форме щита. Для того, чтобы женщина, одевая его на грудь, как бы охраняла себя щитом, закрывалась от негативных мыслей, от негативных взглядов, от негативных слов. Такие брошки передавались по наследству. От матери к дочери, от дочери-внучки. И хранились как самая большая драгоценность. Ну, это ваши семейные реликвии, да? Эти брошки будут представлены также на выставке в нашем народном музее. Поэтому ждем вас всех в гости. Это современные работы? Безусловно. Это современные работы, которые сейчас есть в Эстонии. Потому что, к сожалению, 160 лет – это большой возраст. И практически ни у кого дома украшений не осталось. Остались только Библии. Вот это я хотела сказать, что как аутентичный материал, есть у нас Библии на эстонском языке. И они переданы в дар Этнографическому музею в Симферополе. Вот еще хотелось бы, чтобы вы немного нас погрузили в эстонскую культуру. Да, может быть, какие-то у вас есть особенные праздники, о которых мы не знаем, чем они отличаются. Расскажите, это всегда очень интересно. Вот такие детали. Ну, эстонцы – они лютеранского вероисповедания. У нас есть здесь лютеранские церкви в Ялте, в Симферополе, в Судаке. И также отмечаются такие праздники, как, в принципе, и у христиан. Это Пасха, Рождество. Но есть один праздник, который называется Янов день. Он очень созвучен с днем Ивана Купала, украинцев. Вот принцип такой же – зажигаются костры, молодые люди ходят, ищут цветок папоротника, поют песни, венки вяжут, национальную кухню готовят. Национальная кухня – это у нас маленькая такая рыбка, килька, с нее делают тоже бутерброды, готовят блюда мульги капсут, с капустой, с перловкой и со свининой. И всех угощают. Здорово. Спасибо большое за интересный рассказ. К сожалению, время беседы подходит к концу. Напоминаю, в гостях у нас Ольга Скрипченко, председатель общественной организации региональной национальной культурной автономии эстонцев Республики Крым. Спасибо за очень интересный рассказ. Спасибо большое. Мало так времени. Ну, а мы двигаемся дальше, и прямо сейчас предлагаем перенестись в Никитский ботанический сад и узнать о его необычных обитателях.